Друзья, покидаем это красивое место Смотрим, куда нас повезут Что нам еще покажут Кто-то парится на нарах, кто-то жмется на канарах Кто-то парится на нарах Так, здесь опять холодно Кондиционеры тут работают на всю мощь В том, я так понимаю, они не контролируются Будем продолжать нашу экскурсию Такая вот, уже туха-положуха Сидит, читает книжечку Такой закусончик стоит Слегнанца перекусил уже, наверное Обед закончился Готовится к вечеру Должен сказать, что у них очень хорошая обстановка Особенный вид Правда, если вид был бы вон оттуда Еще лучше было бы, но тоже очень даже неплохо Смоеобразное красивое место Вон там внизу гольф Площадки для гольфа, для тенниса Чтобы спорт не угасал в человеческих сердцах Все было, пикчерс был очень красивый Все было очень гуд Едем дальше Цветы красивые растут Порто Сантьяго У нас это место называется Здесь какой-то стоит монумент Женщина с корзинкой на голове И с полным ведром рыбы С полным ведром рыбы Это называется А, тоже рыба вверху На корзинке Это, наверное, называется Продавец базара Продавец базар Отдыхают, загорают Все иностранцы По словам И живут здесь иностранцы Ну, точнее Точнее, да, именно живут Они работают Работают тоже иностранцы много Но живут Англичане, немцы, шведы, норвеги У кого хорошая пенсия Потому что В первую очередь здесь пенсионеры Большая часть отдыхают Уже пожилые люди Продавец базара Это очень красивый Это просто улежит Просто улежит Просто улежит Ля Пальма Здесь начали 30-35 лет Потом они начали Ставить, строить, строить Ставить, строить И они не закончили И И Они Люди, которые живут в этой городе Они А я не знаю, что это действительно верно 364 солнечных дней в год То есть, что они только один день в целом И я не уверен, что это согласен Но Если это действительно верно Ну, хорошая тяга Это все, что могу сказать Такое видит, как будто облако это они А не остров Вот это место мне нравится. Очень красиво. Это Майм. Это Майм. Мы, получается, практически весь остров объехали сегодня. Это древняя? То есть чистая. Все типично, туристически. Да-да-да, но здесь и красивое, хорошо. У меня, допустим, на данный момент, хотя да, те тоже красивые, конечно, но все равно вот это место очень хорошее. А, пляж Майм. У нас там пляжи побольше. Это же самый жаркий. Пляж. 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 Они закапываются. Да-да, они закапываются. Да-да, они закапываются. И они говорят, что это прекрасно для боли. Они говорят, что это убирает боль. Они говорят, что это абсолютно невероятно. Это черный песок. То есть черный песок, в котором местный песок, друзья, в него закапываешься. И потом он как бы лечебный, в общем. Как они подносят это. И он убирает разные боли и такие вещи. А, сейчас мы увидим этот черный пляж. Черный песок. А, вон он. Негро говорит. Негро говорит. Негро, да, на самом деле. Негро пляж. Негро пляж. А, вон он. Негро пляж. Негро пляж. Как будем знать про это место. Если что, сюда можно переехать. Потому что мне это место нравится. Негро пляж. Смотри. Ага. Интересно, это такой маленький пляж. Да, да. Пляж маленький, да. Но чисто черный пляж. И они в нем, как вы поняли, друзья, закапываются для лечения. Для удаления каких-то болей. Для удаления каких-то болей. Интересно. 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 Чисто черный пляж. Здесь вchodится в этот море. atique. Немного. То есть. ГитарINE Вара. И это disfrutar. И это правда. Красивые, но пляжа нету здесь. Такие вот вулканические скалы. Вот остров Ланзаротто чисто вот такой весь практически, такой вулканический. Здесь везде есть зелень, а там зелени нет. Лежачие полицейские какие-то у них здоровые. Все подпрыгивает. В общем, друзья, на этом острове можно снять квартиру за 600 евро, за 700 евро, даже за 500 евро, в зависимости от места отеля. Здесь можно снять 30, 40, 50 евро, тоже зависит от места, где находишься, что есть вблизи. То есть, если так говорить, грубо, если брать, то на 1000 евро здесь можно жить. Также те, кто здесь работают, приезжают сюда, с разных других стран, в том числе и русскоговорящие, они здесь получают около 1000 евро зарплату. Все устраивается куда-то. Как говорят, устроиться не очень сложно, но все-таки это возможно. То есть, они это делают, в основном надо знать языки. Дальше. 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 Я больше зол от того, что у них так называемый ланч состояло всего лишь из куска картошки и одной и дольки помидора. Вот из-за этого я злой. Картошки и... Ровные дольки помидора. Да, и пластинки помидора. А то, что там не будет дельфинов, это меня не очень разочаровывает. Ничего страшного. Главное, чтобы дельфины плавали и чувствовали себя свободными, вместе с китами. Вот так, друзья, проясняется обстановочка. Значит, сейчас едем смотреть китов или дельфинов. Дельфинов я видел, но вот китов я, по правде говоря, не видел в своей жизни. По крайней мере, я этого не могу вспомнить. Где такое могло быть, мне кажется, что все-таки такого и не было никогда. Поэтому, если я их сегодня увижу, конечно, это будет очень даже приятно. Пускай даже на большом расстоянии. Я так думаю, что они в его случае на каком-то большом расстоянии будут они подплывать. Хормить их. Точно варианта не будет, насколько я себе это представляю. Не знаю, конечно, что там будет. Дельфинов. Покажем и наблюдаем только зелень. Какие-то, какие-то эти, то ли пальмы, то ли растения, саженцы. Это один из самых дорогих отелей. Палас Юрий Сора, и это, как я говорила, один из самых дорогих отелей. Один из одного человека, за одну ночь, за одну человек, в этот отель, будет ставить вас в порядке 450 евро. Так что, может быть, это не правильный место, чтобы остаться несколько месяцев. Один из одного человека, который стоит 450 евро, мы в данный момент не будем в нем поселиться. Единственное, у меня есть такая маленькая мечта, это хотя бы одну ночь поселиться, побывать, переночевать, скажем так, пожить в отеле, который в Арабских Эмиратах находится, вот эта лодка, которая. А то, что мы в этом отеле не проживем за 450 евро, это не страшно. Хотя, конечно, хотелось бы в нем побывать и посмотреть, что же там за 450 евро происходит. Иногда, кстати, цены на эти отели очень своеобразно вообще ставятся. Одно дело на дешевый, то есть насчет дешевых отелей-то я уже все хорошо разбираюсь. А вот эти дорогие отели, я иногда смотрю, допустим, 4-звездочный отель, цена номера может быть 200 или 300 евро. И буквально недалеко есть 5-звездочный отель, приходит завтрак, еда, ужин, в общем, полный инклюзив, и цена 150 евро, или там 100 евро, 80 евро даже. То есть вот такие вот интересные вещи бывают. От чего это зависит? То ли от бренда зависит, то ли все-таки от персонала, то ли от обслуживания, то ли еще какие-то вещи, то ли от того, что насколько отель забит, потому что есть такие вещи, когда ты можешь поселиться в отеле, который стоит 80 евро, 100 евро. 200 даже евро за 20, 30 и 40 евро. То есть в 10 раз, можно сказать, дешевле. Такие вещи происходят, особенно зимой, потому что зимой не сезон, и отели как бы пустуют, поэтому их сдают за такие цены, и это нормально считается. Потом, естественно, когда сезон, номер, в котором ты прожил, допустим, за 20 евро, уже может сдаваться за 200 евро. Нормальная ситуация. Такие вот разные молианты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Велосипеды Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Друзья, у меня, я так понимаю, заканчивается батарея, поэтому пока буду выключаться, смотрите Анзон ТВ, двигаемся в Голливуд, зоначную Калифорнию, похожа на связь.